Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, что представляет из себя летний лагерь Вестра, и какое обновление завезли на прошлой неделе, да и вообще, что лежит в магазинах, ну и конечно же, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее, или же седлайте своих коней, и... поехали! Данное видео будет по обновлениям за последние две недели данного лагера. Ну, давайте вкратце расскажу, что же происходит в данной местности на ранчо Старщайна с новым лагером. Кстати, этот лагерь привез нам очень много нового, от одежды до прям технических механик, но обо всем по порядку. Передвинули магазин с кормами. Вы помните, здесь был ларочек с едой, он стоял немножечко с другой стороны дерева, так вот теперь он стоит рядом с круговыми скамеечками. А дальше нам поставили магазины абсолютно всех летних мероприятий. Здесь также теперь находится магазин пляжной вечеринки, и кстати, по завершению ивента, вся одежда будет доступна именно из пляжной вечеринки круглый год в магазине на пляже Форт Пинта. Здесь мы видим комплект из прошлых праздников, именно пляжных. К сожалению, видимо, нам больше не вернут отдельно пляжную вечеринку. Очень жаль, это было очень крутым мероприятием, хотя кто знает, лето еще не кончилось, и никогда не знаешь, что нужно ждать от разработчиков. Следующий магазин у нас уже в обмен на летние жетоны, но также пляжные товары. Здесь вы можете собрать себе идеальный сет рыбака Юрвика, а также пастельные платьишки, седла и немножечко бордовых оттенков или же крем-брюле. Не знаю, как еще назвать. Потом начались уже магазины нынешних новых событий, это летний лагерь Вестерн. На прошлой неделе нам добавили наборы для природы. Здесь было 5 питомцев, которые мне безумно все понравились, но не думаю, что все мне и нужны. Это питомцы для сумки, они, конечно же, не бегают, это просто базовые предметы. У нас есть ковбойские наборы работника ранчо. Одно лассо у нас уже имеется в игре, но оно висит, скажем так, немножко по-другому. А здесь оно связано-перевязано, и по-моему, там даже есть значок шерифа, и лежит оно под углом у вас в рюкзаке. Следующий предмет это набор отпугивателей. Если отправляешься в дикую местность, стоит подготовиться. Считаю идеальным питомцем для тех, кто обожает кататься в горах около ранчо-старщины. Берегитесь волков, они жутко укусаются. На остальные 3 предмета у меня пока что остались в магазине. Это набор приманки, прекрасный аромат, понравится и лошади, и хозяйке. По сути, это просто трава с одуванчиками и ромашками, но выглядит очень мило и аккуратненько. Наборы первопроходца. У вас в оседельной сумке появится несколько блокнотов, один из которых отделан коровьей кожей. Ну а также набор старателя. Если вы обожаете собирать золото, и уже сразу после второй недели обновлений купили себе одну из курочек, вы понимаете о чем я, то я считаю, вы вправе носить набор старателя. У нас в нем имеется несколько кусочков золота и одна большая кирка. Выглядит очень круто, очень масштабно, но я себе решила его не покупать. Следующий магазин был изначально. Магазин лагеря Вестерн. Здесь у нас два новых комплекта. Один черно-рыженький, вообще он ассоциируется у них как с вишней, и бежевый комплект. Из этого бежевого комплекта я взяла себе одну кофточку, а по поводу остальных вещей я как-то еще не уверена. Потом на второй неделе нам завезли вот такой голубо-коричневый комплект. И кстати, здесь у нас имеется новый вид шляп, вот с таким плетением по всей голове. И плюс там еще есть узоры в виде цветочков. Брюки, частично вестинские, частично нет, просто широкие джинсы. Седла самые новые вестинские, имеют сплошной один тонн и немножечко узоров на коже. Вот такие вот вещи. Следующий магазин у нас уже за обмен летних жетонов. Тоже завезли сюда два комплекта. Один бежевый. Как раз из этого комплекта я выкупила перчатки, сапоги, а нет, перчатки, по-моему, шляпу, кофту. И кажется, нет, шорты я все-таки не купила. А второй комплект чисто черный. И он для любителей Лизы Петерсон. Прям есть такая футболка. Думаю, тоже себе приобрести в коллекцию. И потом завезли еще один комплект, тоже почему-то коричневого, таких голубых оттенков. С такими же шляпами, но очень крутой рубашкой. Кстати, вот рубашку, пожалуй, я возьму прямо сейчас. Новые уздечки, которые подходят тенниситься. Вот такой вот расцветки. Советую всем, кто любит закупаться амуницией и одеждой, пока что не покупать все, что есть в магазинах. Советую вам подождать последние недели данных ивентов. И после этого уже скупать все, что вам понравится. Потому что пока мы не знаем, что по итогу нам добавят на следующих двух неделях. На этом заканчивается суть с магазинами. Теперь смотрим задания. Ежедневно вам буду давать пока что три задания. Все они разные. Обычно это не упади. Вам нужно будет найти лопату на ранчо и убрать навоз. Стрижка овец. И доставка отпугивателей зверей фергров. Или доставка лассо леснича. Каждый день задания меняются. И каждая из них дает вам 25 шиллингов, 3 жетончика летних, 1 особый предмет для ивента. И по-моему 300 опыта лошади. А нет, 300 опыта лошади здесь не даются. Ежедневно нужно собирать 5 сундуков, которые также рандомно разбросаны по всей области ранчо старщайна. А она в этом году стала уж больно широкой. И под областью ранчо старщайна, я имею ввиду вплоть до входа в мистфол, окончается данная область аж вот здесь, где начинается лес около Вейлдова. То есть вся вот эта зона покрыта сундуками, золотыми жилами и волками в рандомном порядке. Ну а также лошадками, которых нужно привезти. Так вот, каждая из этих лошадок и дает нам 300 опыта лошади и несколько летних жетонов. Также они сделали изменения относительно потерявшихся животных на ранчо старщайна. Во время летнего ивента в лагере Вестерн они также дают нам по несколько летних жетончиков. Если проехать мимо магазинов, даже рядом с конюшней, то здесь мы увидим нашего любимого продавца диких лошадей, Гарри Готлэнда. Здесь он в качестве нашего любимого и самого известного золотоискателя. Ежедневно мы можем обменять у него золото на жетоны. Всего 5 заданий. 50 на 5 жетонов, 40 золота на 4 жетона, 30 на 3, 20 на 2 и 10 на 1. Советую не забывать о данном ежедневном обмене. Также здесь находится его магазинчик товаров Гарри, которые помогают нам в прохождении данного ивента. За 100 золота мы можем покупать ключ первопроходцев, который поможет открывать ежедневные сундуки. За 15 золота отпугивателей зверей, которые не позволят волкам телепортировать вас на ранчо после укуса. Ну а также приманка, которая сможет как раз и приманить убежавших 4 ежедневных лошадей и повезти их вслед за собой обратно на ранчо. И на прошлой неделе Гарри дал нам дозволение за накопившееся золото покупать двух курочек. Одну курочку зовут Самородок, рыженького цвета, и вторая курочка, она уже беленького цвета, зовется Охотница за золото. Каждая из этих курочек, однако, стоит 3333 золотых слитка. Лучше бы она стоила одну кукурузку, которая бы стоила 500 золота. Потому что, кстати, у одной из курочек есть описание, что у тебя в карманах залежет золото или кукурузы. Уж лучше она бы хотела кукурузу, чем столько золота. Я не уверена, что осилю в этом году собрать столько золотых кусочков, чтобы купить хотя бы одну из этих курочек. Но, кстати, вот у нас уже есть человек, к примеру, который за сбор 60 сундуков, Виктория Лонг Хевен, здравствуйте, вы попали в видео, но ненадолго, получил красную повязку. Именно ее вы получаете, если собираете все 60 сундуков. Чтобы не гадать, сколько же нужно по итогу заходить, чтобы получить данную повязку, я вам упрощу задачу. Ежедневно вы можете получать 5 сундуков. Всего нужно 60. Напрягитесь, соберите все свои силы и заходите в игру 12 дней подряд. И после этого вы получите задание, по итогу которой у вас в рюкзаке окажется красная бандитская повязка. Также ежедневно в дикой местности вы можете найти редкие события. У вас в какой-то определенной зоне будет стоять NPC, который что-то потерял, и это что-то нужно будет обязательно вернуть. Данные события будут доступны случайным образом в побуднем до 2 часов ночи и до 3 часов ночи в выходные. Также у нас на прошлой неделе на ранчо старщайно приехала Беатрис, которая привезла нам Корду. Правда, здесь она называется немножечко по-другому. Она позволяет позаниматься вам и вашей лошади. Если честно, это очень круто. Когда вы нажимаете, к примеру, просто на уздечку, которая висит на заборе, данная мини-игра выглядит вот так вот. Вы можете просто позаниматься со своей лошадкой, потренироваться с ней. Ну а если вы будете делать конкретное задание, то на земле у вас появятся специальные тропинки и определенные ограничения по скорости, которые вы должны будете соблюдать. Также разработчики починили несколько багов, такие как стремена у нас и у других персонажей, которых вы наблюдаете. Изменение телосложения, в связи с чем вам вновь доступно бесплатное изменение внешности. Но если ваш персонаж пока что вас устраивает, можете и не использовать бесплатные изменения персонажа в целом. Не только тело. Ну а также я чуть не забыла сказать, что нам завезли несколько новых мастей у некоторых классных пород. К примеру, на Ренча Старщина вы можете увидеть две новые масти Аполлузы. Вот такая вот серебристая красавица. Мне очень нравится. Здесь стоит. И также вторая у нас расцветка, точнее масти, вот такая вот, с розовыми глазками и розовым носиком. Тоже очень милая и няшная особа. Думаю, обязательно найдет у кого-нибудь место в конюшне. Три масти уэльских пони также были добавлены к нам в игру и стоят уже немножко в другой локации у хижины Отшельника на Южном Копыте. Вот первая масть. Очень необычная, но тем не менее очень красивая. Так, следующая у нас масть была вот такая вот. Изабелла ее, по-моему, называется. Выглядит как какая-то конфетка, честное слово. Прям очень милая, очень нежная и мне кажется даже немножечко сладенькая. И если я не ошибаюсь, нам добавили еще вот такого гнедого красавчика. Мне кажется, если брать в спорт, то именно данную масть. Особенно если сделать ему другую прическу. В хозяйство Серебряной Поляны нам также завезли несколько новых мастей уже только бельгийской лошади. Одна из них нас встречает прям сразу, сходу. Это вот такая вот, по-моему, саловая масть. Очень красивая, очень необычно видеть ее на такой достаточно спортивной породе. С шишками, мне кажется, выглядит вообще супер. А вторая масть еще более необычная. А точнее их тут три нам добавили. Вот такую пегу... 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 пегу масть. Это мой фаворит, я очень хочу данную лошадь, но пока не могу ее себе позволить. По причинам того, что у меня еще не докачаны две предыдущие лошади. И они расстраиваются, если я куплю себе сразу на прокачку такого красавца. Ну и следующая масть вызывает споры у всех русскоязычных игроков. Как будто бы это недоделанная копия пегово-тракена. Ну, если честно, она прям очень сильно на него похожа. Так и хочется дорисовать большие пятна у него на теле. Меня смущает эта большая голова. Если бы он был бы вороно-белопегем, таким же, как вот этот, только с другими пятнами. К примеру, как действительно тракенен, который у нас есть в белопеге, то тогда было бы круто. Но вот эта черная голова у меня вызывает некий диссонанс. Причем хвост даже такой диссонанс не вызывает, как вот эта отдельная черная голова. В бонусной лавке Морланда завезли новые предметы. Это вот такие вот нагавки, очень симпатичные, черные с фиолетовым цветом для комплекта ночной наездницы. И не удивляйтесь, сейчас в игрушке появился вот такой вот некий глюк, что перчатки мы выйдем вдалеке, как будто на персонажи. А также еще один очень смешной, но неприятный глюк, это лошади в глобальном магазине. В данный момент мне повезло, и моя лошадь выглядит нормально, хотя и замерла в позе Т. А вот со вторыми поколениями я видела, что когда заходишь в магазин, они вообще на половине тела, вот вся нижняя часть, точнее задняя часть с крупом находится под землей, а вот передняя часть уже над полом. Так что да, сейчас немножечко магазин подглюкивает. Ну а на следующей неделе влаги Вестерна ждут лошади, дикой природы и новые непредсказуемые приключения. Наша помощь понадобится весьма необычным существам, нужно будет объединиться с другими игроками, чтобы найти тех созданий и принести то, что им нужно. Говорят, что если мы им поможем, то в будущем они станут нам верными питомцами. Так что на этом обновление подошло к концу, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Ну а как не завершить видео таким вестернским криком, как... Йе-ха! Субтитры подогнал «Симон»!